В холдинге «Вертолеты России» стартовала «Ударная десятка». Это уникальный проект госкорпорации «Ростех» по спортивным единоборствам. Впервые он прошел в 2017 году в честь 10-летнего юбилея крупнейшей промышленной компании России. Подробности в материале нашего корреспондента. Развитие корпоративного спорта, массовое вовлечение работников промышленных предприятий и членовых семей в занятия физической культурой. Такова главная цель спортивного проекта «Ударная десятка». Для сотрудников Национального центра вертолетостроения «Миль» и «Кама» в холдинге «Вертолеты России», который входит в госкорпорацию «Ростех», эти понятия не чужды. Условия для занятий спортом для них созданы прямо на работе. У нас средний возраст невысокий предприятие, много молодежи, скажем, до 30%. У нас люди в возрасте меньше 30 лет, поэтому ежедневно занимаются в тренажерном зале, спортивные секции у нас идут. Одно время у нас были широко развиты единоборства, мы даже в свое время конкурсы проводили по карате. Проверить свои спортивные способности сотрудники предприятия могли в нескольких дисциплинах. На одной площадке параллельно проходил чемпионат по силе удара и турнир по боксу. В нем приняли участие как мужчины, так и женщины. Спортсменов распределили на две группы – любителей и профессионалов. Я одну тренировку посетил пару недель назад, узнал, что будут соревнования, решил записаться на территории НЦВ и спортзал, где проходят разные секции, в том числе бокс. Буду ходить, посещать тренировки, поддерживать себя в физической форме нормальной. Кроме основных состязаний – футбольный дартс, родео, аэрохоккей и полевая кухня. Одним словом, ударная десятка стала большим спортивно-корпоративным праздником. Сегодня я хотел бы искренне пожелать всем хорошего зрелища, спортсменам, которые будут участвовать в победе. Я думаю, каждый, кто выйдет на этот ринг, уже победитель. Поэтому доброго настроения, хорошей сегодня погоды. Сегодня очень правильное мероприятие и доказательство этому – хорошее настроение, которое разогнало тучи. Участвуйте, занимайтесь спортом, развивайтесь, растите в личном плане. Победители соревнований по силе удара и боксерских поединков поедут на финальные состязания в Лужники. В этом году призовой фонд проекта «Ударная десятка» – более трех миллионов рублей.